Ну, вышла с подъезда вчера, летела машина, чуть не сбила меня. Я вышла с собакой, выгуливая собаку, чуть машина меня не сбила. Прямо около подъезда здесь, вот летают. Не пройти по двору, ни с детьми не выйти, ничего. Что бы вы хотели вообще с этой ситуации? Чтобы для левых машин не было заезда сюда. С первого подъезда, с третьего этажа, по-моему, он говорил, я обращался, говорит, куда-то там обращался. У него тоже машину сюда ставят. Он говорит, я обращался, говорит, мне не дали добро. Сказали, собирайте своими силами, своим домом деньги. У нас свой магазин 58-й. Сейчас у всех машины едут сюда. То есть ситуация аварийная, она сама по себе или нет? Будет аварийная, когда начнется учебный год. Каждый день, но идут, и они же не смотрят даже, была ситуация. Не поднимают эти знаки еще первокласски, идут толпой. А машина вот выезжала на полной скорости даже практически вот недавно. Она не то, что медленно, они вот как газанули. Она, соседка, говорила, что если бы, говорит, мы дома были, мы бы тоже ушли. Он говорит, приехали вечером, мы не могли машину поставить. Оксана, приехали, говорит, мы не могли машину поставить. Местные, местные жители, да? А с той стороны, что, с той стороны от дома стояночка небольшая. Там, наверное, там буквально пара машиномест. Это для магазина дома. Там для их стоянка, для их нет. Угу. А вот гаишники вчера были уже погоняли. Здесь? На той стороне. На той стороне. Да. И полетели. Люди вышли и пошли. Со двора таксисты вы имеете в виду, да? Ну, то, что это самые близкие, конечно, самые приступные. Чтобы по кругу не мотаться. Ну, зачем? Как такие проблемы создавались у машин. Субтитры создавал DimaTorzok